Наша Вселенная Молнии На дворе 21 век подвластные человеку высокие технологии используются повсюду как в научной работе, так и в быту. Исследуется поверхность Марса и проводится набор желающих поселиться на Красной планете. Между тем, сегодня существуют различные природные явления на нашей с вами Земле, механизмы которых по-прежнему не изучены. К таким явлениям относится молния шаровая, представляющая неподдельный интерес для ученых всего мира. Шаровая молния – редкое природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единственной физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не предоставлены. Также существуют научные теории, которые сводят феномен галлюцинации. Существует множество гипотез, объясняющих явления, но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической сфере. В лабораторных условиях похожие, но кратковременные явления удалось получить несколькими разными способами. Так что вопрос о природе шаровой молнии остается открытым. По состоянию на начало 21 века не было создано ни одной опытной установки, на которой это природное явление искусственно воспроизводилось бы в соответствии с описаниями очевидцев наблюдения шаровой молнии. Первый документально подтвержденный случай появления шаровой молнии имел место в 1638 году в Англии, в одной из церквей графства Девон. В результате бесчинств огромного огненного шара погибли 4 человека. Ранения получили около 60. Впоследствии периодически появлялись новые сообщения о подобных явлениях. Но их было немного, поскольку очевидцы считали шаровую молнию иллюзией или обманом зрения. Первое обобщение случаев уникального природного явления произведено французом Франсуа Араго в середине 19 века. В его статистике собрано около 30 свидетельств. Возрастающее количество подобных встреч позволило получить на основе описания очевидцев некоторые характеристики, присущие небесной гости. Итак, молния шаровая, явление электрического характера. Огненный шар, передвигающийся в воздухе в непредсказуемом направлении. Светящийся, но не излучающий тепло. На этом общие свойства заканчиваются и начинаются частности, характерные для каждого из случаев. Это объясняется тем, что природа шаровой молнии до конца не изучена, поскольку до сих пор не было возможности исследовать это явление в лабораторных условиях или воссоздать модель для изучения. В некоторых случаях диаметр огненного шара равнялся нескольким сантиметрам, иногда достигал полуметра. Фото шаровых молний завораживает своей красотой. Но впечатление безобидной оптической иллюзии обманчиво. Многие очевидцы получали травмы и ожоги, некоторые становились жертвами. Так случилось с российским ученым Георгом Рихманом, чья работа над опытами во время грозы закончилась трагедией. Летом 1753 года во время грозы талантливый русский физик изучал атмосферное электричество. Внезапно из прибора появился бледно-синеватый огненный шар размером с кулак и раздался звук, подобный пушечному выстрелу. Рихман упал замертво. Сегодня никто не сомневается, соратник Ломоносова погиб от удара шаровой молнии. Шаровая молния на протяжении нескольких сотен лет была объектом изучения многих ученых, в числе которых были Никола Тесла, Георгий Ильич Бабад, Петр Леонидович Капица, Борис Михайлович Смирнов, Игорь Павлович Стаханов и другие. Научные деятели выдвинули разные теории возникновения шаровой молнии, которых насчитывается свыше двухсот. Широко распространено мнение, что шаровая молния – явление электрического происхождения, естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, а иногда и удивительной для очевидцев траектории. Согласно одной из версий, электромагнитная волна, образующаяся между Землей и облаками, в определенный момент достигает критической амплитуды и образует шаровидный разряд газа. Иная версия заключается в том, что шаровая молния состоит из плазмы высокой плотности и содержит собственное микроволновое поле излучения. Некоторые ученые считают, что явление огненного шара – это результат фокусировки космических лучей облаками. А по версии уфологов, шаровая молния – это не что иное, как внеземная форма жизни или же результат применения высокотехнологического оружия. Мнение специалистов сходится в том, что при встрече с небесной гостьей нужно придерживаться определенных правил поведения, главный из которых – это не делать резких движений, не убегать и постараться свести к минимуму колебания воздуха. Большинство случаев данного явления зафиксировано перед грозой и во время грозы, поэтому самой актуальной считается гипотеза возникновения энергетически благоприятной среды для появления различных плазменных образований, одним из которых и является молния. По свидетельству очевидцев, шаровая молния обычно появляется в грозовую, штормовую погоду, зачастую, но не обязательно, наряду с обычными молниями. Чаще всего она как бы выходит из проводника или порождается обычными молниями. Иногда спускается с облаков. В редких случаях неожиданно появляется в воздухе или, как сообщают очевидцы, может выйти из какого-либо предмета. Традиционно, достоверность многих свидетельств, очевидцев шаровой молнии остается под сомнением. В том числе, сам факт наблюдения хоть какого-то явления, факт наблюдения именно шаровой молнии, а не какого-то другого явления. Отдельные подробности явления, приводимые в свидетельстве очевидцев. Сомнения в достоверности многих свидетельств осложняют изучение явления, а также создают почву для появления разных спекулятивно-сенсационных материалов, якобы связанных с этим явлением. Все же в некоторых случаях очевидцы произвели фото- и видеосъемки явления, но при этом низкое качество таких материалов не позволяет использовать их в научных целях. Можно выделить следующие известные факты о шаровой молнии. Что такое шаровая молния до сей поры, достоверно неизвестно. Физики пока еще не научились воспроизводить настоящую шаровую молнию в лабораторных условиях. Что-то, конечно, получают, но вот насколько это что-то схоже с настоящей шаровой молнией, ученые не знают. Когда отсутствуют экспериментальные данные, ученые обращаются к статистике, к наблюдениям, свидетельствам очевидцев, редким фотографиям. На самом деле редким. Если в мире существует более 100 тысяч фотографий обычной молнии, то снимков шаровой молнии гораздо меньше. Всего 6-8 десятков. Цвет шаровой молнии бывает разным. И красным, и ослепительно белым, и синим. И даже черным. Свидетели видели шаровые молнии всех оттенков, зеленого и оранжевого цветов. Судя по названию, все молнии должны иметь форму шара. Но нет, наблюдались и грушевидные, и яйцеобразные. Особо удачливым наблюдателем являлись молнии в виде конуса, кольца, цилиндра и даже в виде медузы. Кто-то видел за молнией белый хвост. Согласно наблюдениям ученых и свидетельствам очевидцев, шаровая молния может проникнуть в дом через окно, дверь, печь или даже просто возникнуть из ниоткуда. А еще она может выдуться из-за электрической розетки. На открытом воздухе шаровая молния может появиться из дерева, из столба, спуститься из облаков или родиться от обычной молнии. Обычно шаровая молния невелика, сантиметров 15 в диаметре или с футбольный мяч. Но встречаются и пятиметровые гиганты. Живет шаровая молния недолго, в зависимости от внешних условий, от нескольких минут до получаса. Двигается горизонтально, иногда вращаясь, со скоростью нескольких метров в секунду. Иной раз зависает в воздухе неподвижно. Шаровая молния светит, как 100-ваттная лампочка, иногда трещит или пищит и обычно наводит радиопомехи. Порою пахнет окисью азота или адским запахом серы. Если повезет, она тихо растворится в воздухе, но чаще взрывается, разрушая и оплавляя предметы и испаряя воду. Цитата «Красно-вишневое пятно видно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила. Из ног в доске. Ноги и пальцы синие, башмак разорван, а не прожжен». Так описывал смерть своего соратника и друга Рихмана великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Он еще волновался, цитирую, «чтобы сей случай не был истолкован противу превращения наук и был прав в своих опасениях. В России временно запретили исследование электричества». В 2010 году австрийские ученые Йозеф Пир и Александр Кендель из Университета Инсбрука предложили, что свидетельства о шаровых молниях можно интерпретировать как проявление фосфенов, то есть зрительных ощущений без воздействия на глаз света. Их расчеты показывают, что магнитные поля определенных молний с повторяющимися разрядами индуцируют электрические поля в нейроны зрительной коры. Таким образом, шаровые молнии являются галлюцинацией. Теория была опубликована в научном журнале Physics Letters. Теперь же сторонники существования шаровых молний должны зарегистрировать шаровую молнию научной аппаратурой и таким образом опровергнуть теорию австрийских ученых. В 1761 году шаровая молния проникла в церковь Венской академической коллегии, сорвала по золоту с карниза алтарной колонны и отложила ее на серебряной крапильнице. Людям приходится куда тяжелее. В лучшем случае шаровая молния обожжет, но может и убить, как Георга Рихмана. Вот вам и галлюцинация. На этом пока все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok